Всем привет! Готовы узнать о новенькой GoPro Hero 7 Black и посмотреть, на что она способна? Тогда смотрите! Мы привыкли, что новая знаменитая камера GoPro представляет глава и основатель компании Ник Вудман, но в 2018 году старт продаж новой линейки седьмого поколения камер был анонсирован 20 сентября без какой-либо презентации. Так что берем эту флагманскую модель с собой, берем вас и вместе идем набирать материал. Мое знакомство с GoPro началось с модели Hero 4 Black, и, конечно, то, что я сейчас держу в руках, это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. С тех времен были еще пятые и шестые модели, в которых как раз изменился корпус. Он стал водонепроницаемым, без дополнительного бокса. Корпус слегка модернизировали, но расположение элементов осталось прежним. Все так же кнопка включения сбоку, сверху спуск затвора, спереди монохромный экранчик и объектив. С другой стороны дисплей. Разъем для батареи и карты памяти снизу, и рядышком расположились разъемы Type-C для зарядки и HDMI-выход. Камера водонепроницаемая, поэтому все герметично, крышки под разъемы прорезинены. Камеру без аквабокса можно мочить в воде и погружаться на глубину до 10 метров, что вполне достаточно для обычного купания без снаряжения аквалангиста. А с дополнительным аксессуаром под названием суперсьют можно погружаться на глубину до 60 метров. Невозможно было удержаться и не посмотреть, на что же способна эта маленькая камерка. Несколько дней мы ходили с этой камерой, отчасти чувствуя себя туристами и снимали все вокруг. Видео записывается в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Выставляем значение чуть меньше, 2,7, частота увеличивается до 120 кадров. Видео Full HD и ниже можно записывать с частотой 240. Но особенность GoPro Hero 7 Black в том, что у нее появилась гипергладкая стабилизация видео. Кадры, которые вы сейчас видели, были записаны без какого-то дополнительного оборудования. Мы просто взяли камеру, грубо говоря, из коробки и пошли с ней. Снимали с руки обычного пользователя, при этом шли обычным шагом и вот такая картинка на выходе благодаря классной стабилизации. Экран сенсорный, быстрый, благодаря ему камерой пользоваться удобно. У дисплея хороший отклик, да и пункты меню достаточно комфортного размера, поэтому им одинаково удобно пользоваться как маленькими пальчиками, так и большими. Тут достаточно интересных настроек, например, можете выбрать режим Pro Tune, выставить значение ISO, резкости или же перевести все в авторежим. Из новинок можно отметить специальный режим для интервальной съемки в движении со стабилизацией изображения, так называемый Hyperlapse, когда на выходе получается ролик с ускоренным течением времени и плавной картинкой. При этом обычное видео можно ускорить в 30 раз. Мы выбрали несколько сложных для камеры точек, по свету улица разделена на две части, одна в тени, другая на свету, но это не мешает камере снимать без пересветов или наоборот сильных затемнений. Запись видео, особенно в 4К, съедает память очень быстро, поэтому если вдруг вышло так, что у вас под рукой нет запасной карты памяти, а вокруг такая красота, не снять которую ну просто невозможно, на помощь придет высокоэффективное сжатие видеоизображений. Благодаря ему размер файлов сократится практически вдвое без потери качества. Также появилась возможность создавать короткие видеоролики по 15 или 30 секунд. При этом, чтобы удобнее было оценивать оставшееся время в процессе съемки, на дисплее по периметру появляется красная рамка, которая замыкается в момент, когда запись остановится. К коротким роликам нас уже давно приучил инстаграм, поэтому с помощью GoPro Hero 7 Black можно будет делать небольшие зарисовки и оперативно выкладывать в сторис, например. Для этого поворачиваем камеру в вертикальное положение и делаем запись. В итоге у нас получится уже готовое видео для соцсети, которое можно будет оперативно выгрузить с помощью фирменного приложения. Таким же образом в вертикальном положении камеры можно делать портретные фотографии. В режиме суперфото можно добиться максимально удачных кадров. Автоматически применяется HDR, локальная тональная компрессия и многокадровое подавление шума. Также приятным дополнением стал таймер с обратным отчетом. Есть, кстати, сенсорный зум. Если, например, у вас нет возможности подойти к объекту ближе, сделать его крупнее в кадре можно как раз с его помощью. В режиме реального времени теперь можно делиться отснятыми видео в соцсетях, а после трансляции пересматривать видео и отслеживать, кто и как отреагировал на те или иные моменты. Для определенных команд не обязательно даже нажимать пальцем по экрану. Камера поддерживает голосовое управление. В GoPro Hero 7 Black есть GPS, поэтому можно зафиксировать информацию о скорости движения, пройденном расстоянии и тому подобное. Метки с этой информацией можно добавить поверх видео, чтобы другие люди увидели, как быстро, далеко или высоко вам удалось добраться. Оптимизирована работа и с приложением GoPro. Теперь, чтобы собрать красивые кадры фильм-воспоминания, не обязательно быть монтажером 80 уровня. Достаточно синхронизировать камеру с приложением, выбрать наиболее удачные кадры. Далее все эти ролики автоматически можно отредактировать в приложении Quick, которое умеет самостоятельно выбирать динамические сцены или красочные кусочки, а после смонтирует их в очень достойный ролик. Все просто, с этим приложением много времени на монтаж не понадобится. Надеюсь, я достаточно наглядно показала вам, что из себя представляет GoPro Hero 7 Black. Актуальную цену можно узнать у официальных дилеров в России. Ну, а если у вас остались вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Всем спасибо и еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok